Знаете ли вы, что природный газ находится на нашей планете миллионы лет? Кто появился раньше, природный газ или динозавры? Как достать природный газ из-под земли? На каком транспорте он путешествует? Правда ли, что на природном газе можно ездить? Можно ли делать из него вещи? Об этом и о многом другом интересном можно узнать из книги «Секреты природного газа», о путешествии мальчика Витьки и инопланетянина Газзи, а также из одноименного мультфильма. Представьте, что вы встретили инопланетянина, который может читать мысли. Его корабль потерпел крушение и ему необходимо помочь найти и добыть природный газ на земле. Куда мы отправимся его искать? Начнем с прошлого, ведь инопланетянин Газзи может путешествовать во времени. Мы с тобой находимся на дне Древнего океана. Именно здесь и сейчас начинается формирование полезных ископаемых. На протяжении многих веков различные живые организмы, водоросли и планктон, умирая, опускались на морское дно. Толща воды создавала огромное давление. В этих условиях образовывались нефть и природный газ, которые в конце концов обнаружил человек. Никогда не думал то, что природный газ может быть таким увлекательным. Очень много нового и интересного, очень красиво оформленная книга. Вот бы уроки были бы такими же интересными, как этот мультик. Природный газ очень важен. Самыми первыми природным газом стали пользоваться китайцы. В Петербурге он появился в 19 веке. Его использовали в уличных фонарях. А в промышленности газом стали пользоваться только в середине 20 века. Россия – самая богатая залежами природного газа страна в мире. Сейчас, чтобы добыть полезный ресурс, требуются заводы, скважины, цеха и другие ресурсы. Протяженность газопроводов России в 20 раз больше, чем длина экватора. Оказывается, транспортировка газа – целая наука. Ведь природный газ очень опасен. Для работы с ним требуются знания, оборудование и большая осторожность. Где же еще используют природный газ? Помните синий огонек под кастрюлей? Это он. Кроме того, некоторые автомобили используют газ в качестве своего топлива. Это удобно и экономично. Он стоит дешевле, чем бензин или дизельное топливо. Еще с помощью газа нагревают воду, которая течет по батареям отопления, передавая им тепло. Это далеко не все способы применения природного газа. Он служит топливом на предприятиях, например, в огромных печах, в которых выплавляют металлы. Почему газ так часто используется? Потому что он – самое экологичное минеральное топливо. Природный газ очень часто используют в быту. Почти каждый школьник умеет разогреть обед на плите или пожарить яичницу. Поэтому каждому важно знать правила безопасности при использовании газа. Как отличить правильный огонь на плите от неправильного. Как вести себя при утечке газа. Об этом тоже рассказывается в книге и мультфильме. Посмотрим, что удалось запомнить детям. На самом деле природный газ не имеет запаха. Его добавляют, чтобы можно было обнаружить утечку газа. Газовую плиту нельзя оставлять без присмотра. Шланги, по которым идет газ к плите и к котлам, нужно постоянно проверять на наличие трещин. Если ты почувствовал запах газа, то ни в коем случае нельзя пользоваться электроприборами. Книга и мультфильм «Секреты природного газа» – отличный способ провести урок, викторину или семейный вечер. Здесь в яркой, игровой, интересной форме собраны самые важные знания. Какие твои впечатления о этом мультике? Очень хорошие. Мне очень понравилось. Больше всего мне понравилось, как добывают в Китае этот газ. Я узнала много нового, и мне было очень интересно. Я узнала очень много интересного. Я узнала, где добывают газ, как его использовали первоначально. Какое впечатление у тебя о мультике? Очень хорошее, поскольку, как по мне, для маленьких детей не могли узнать много нового. Особенно если родители занятые, оставляют часто дома, чтобы при каких-либо ситуациях они знали, что делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА